В районном фестивале конкурса «Божий дар» принимали участие дети от 7 лет и молодежь в возрасте до 17 лет включительно, которые занимаются художественным творчеством в различных жанрах искусства, в учреждениях образования и культуры. Детский сад «Кораблик» из поселка Березово для участия в конкурсе выдвигал Софию Бородину и Анну Пилигримову. Они получили дипломы «Наши надежды». Я пела песни. А какие песни? Капелька и ключик. Интересно, понравилось тебе участвовать? А кто помогал тебе в конкурсе участвовать? Ирина Ивановна. Еще будешь в конкурсах участвовать? Обязательно. А что тебе дали, расскажи. Мне дали диплом, мне дали кубок. Мне дали диплом за то, что я пела «Радугу желаний» и «Милая мама». Молодец. А что тебе еще подарили, расскажи. Мне подарили денежный сертификат, диплом и стадоэтку красивую. Что ты будешь на сертификат на свой покупать? Я буду покупать в шоколадной лавке, буду покупать конфеты. Я в пиццерию схожу. И еще я в треван схожу, куплю себе игрушечек или тетрадок. Также садик представляли Маргарита Онищенко и Максим Винокуров. У них дипломы лауреата в третьей степени. Рассказывал стих. А как стих назывался, помнишь? Наша армия родная. Диплом лаур, третья степень, Винокуров, Максим. Я сама узнала, что я выиграла третье место. А где ты узнала? У себя в группе. Да, очень здорово. Будешь еще участвовать в конкурсах? Да, хорошо буду. И Гриммскую среднюю общеобразовательную школу имени Собянина представляли несколько человек в различных номинациях. Варвара Жарова получила диплом лауреата первой степени в номинации «Вокал». Подавать заявки на участие можно было в трех номинациях – «Вокал», «Хореография» и «Художественное слово». От Березской начальной общеобразовательной школы участвовало несколько кандидатов, и все получили дипломы первой, второй и третьей степени. Я готовилась дома с родителями, разучивалась с них. Расскажи, какие ты эмоции испытала, когда тебя наградили первым местом? Ну, было очень приятно, обрадовалась, что первое место не ожидала. Я читала стих собственного сочинения и пересказ рассказа Барбоса Жулька. Очень хорошо. Расскажи, какие эмоции испытывала, когда участвовала в конкурсе? Перед съемкой у меня было волнение. Вдруг где-то ошибусь и придется заново снимать. Когда я выиграла, у меня была радость просто. Но и в то же время был страх, потому что то, что я прошла, это было просто что-то с чем-то. У меня несколько раз не получалось, но я смогла все-таки. Для начала было волнение, а потом, как я узнала, что у меня первое место, радостно было. Мы повторяли много раз, я волновалась. И когда мы несколько раз, потом, когда мы в самый последний раз делали, тогда я обрадовалась, что мы все сняли, и потом уже облегчение было. Творческий коллектив «Шаг вперед» из Сарампауля получил диплом лауреата второй степени в номинации «Хореография». В Сарампаульский дом культуры в номинации «Вокал» представляли Анна Петрова и Полина Тальмич, которые стали лауреатами первой степени. В номинации «Художественное слово» Кира Бондар также стала лауреатом первой степени. А в средней группе Таяна Перова стала лауреатом первой степени. «Березка» средняя общеобразовательная школа выдвигала на участие в конкурсе в разных номинациях как сольных исполнителей, так и ансамблей. На самом деле подготовки как таковой не было, все как-то получилось спонтанно, но для меня это было не новое, так как я участвую в этом конкурсе практически каждый год. И каждый раз испытывая те же самые эмоции, они мне переполняют каждый раз новый какой-то репертуар, это что-то с чем-то на самом деле. Подготовка к конкурсу была сложным для меня испытанием, но это заняло не так уж много времени. В основном было все легко. А вот когда ты получил награду, то что ты стал лауреатом третьей степени, расскажи, какие ты эмоции испытал? Когда я получил награду, у меня было восхищение в одно время, и в то же время хорошее настроение. Мы участвовали в номинации вокал, где пели ансамбль, две песни «Бессмертный полк» и «Здравствуй, Родина». Понравилось вам участвовать в конкурсе? Какие эмоции вообще у вас были при подготовке к этому конкурсу? Конечно, в онлайн-фестивале было не так интересно, потому что народа совсем не было, и мы просто снимали на камеру, но все равно были какие-то эмоции, когда мы пересматривали все это и узнали, что получили лауреат третьей степени. Это было неожиданно и приятно. Ну, конечно же, без нервов нашего любимого классного руководителя и преподавателя нашего ансамбля, сколько она пережила с нами, сколько репетиций и сколько всего на сайте прошло. И сколько попыток записи. Честно, не ожидали. Радости. Мы очень радовались, что все попытки и старания нашего участия не пошли даром, и мы ему благодарны. В андитурскую среднюю общеобразовательную школу представляли несколько человек, а Александра Котенко стала лауреатом первой степени. Ансамбль танца «Контрасты» из «Светлого» заевал гран-при, а Яна Комар стала лауреатом первой степени. Игримский центр творчества с ансамблем «Аэнима» занял первое место. Мы старались, приложили много усилий и сил, но не ожидали, что точно займем первое место. Достал телефон, снял и все. Да, сели на краешке сцены, взяли микрофон и спели, и проблем особо не было. Вы записывали это на видео. Какие чувства были вы делали во время записи? Наверное, страх. Да, страх, ощущение гордости, может. Волнение, да. Бывало страх, волнение. Счастье. Да, между этим. Вот мы выступаем. Ура. У вас было какое-то чувство, что чего-то не хватает, ведь это не полноценный концерт, а видеокапис? Ну, было такое чувство, что людей было не так уж много, как на концертах бывает. Было чувство того, что лучше выступать на сцене, видеть людей, радоваться этому. Фестиваль дал возможность участникам презентовать свои идеи, показать свои достижения и, конечно же, получить профессиональную оценку проделанной работы. Выступление стало итогом определенного этапа совместной работы учеников и преподавателей и очень ценным показателем качества проделанной работы. Репортажи о ТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион». Подписывайтесь на канал «Ямал-регион».